Привет, Тулечки! Мы тут гуляем под дождем. Я уже вон вся мокрая. Только вот застегнула воротник. Надо было это сделать, конечно же, раньше. Илюша меня выгуливает. Он почему-то решил, что вот туда ему надо. Он, наверное, уже согрелся. Ходил, то ему было холодно, а теперь, оказывается, ему уже можно и полазить. Он, наверное, смирился с тем, что он мокрый. Я хочу туда дойти вам показать наш вокзал. Он почему-то не является главным в городе, хотя он симпатичнее, чем тот, который у нас основной вокзал. И сейчас я дойду и покажу. Я не знаю, какого он года. Я знаю, что здесь проводятся свадьбы, мероприятия красивые. Там есть ресторан. Мы ни разу там не были. Но он очень классный. А Филюша не хочет идти. Вот. И сейчас я вам его покажу. Потому что тут же было очень много разрушено зданий. Кёльн был... Ну, я уже, по-моему, говорил, да, во время Второй мировой Кёльн был разрушен на 90%. Вот. И поэтому тут старые здания у нас такие вот прям старые-старые. Они, конечно же, просто прям по... Можно там, я не знаю, по пальцам пересчитать. Сейчас я вам покажу его. Вот такой вот он красивый. Мне кажется, это очень здорово, когда сохранились вот такого вот именно здания. И здесь вот такой парк. Там вон памятник стоит. Его не видно. Он зелёного цвета. Тут от сырости всё зеленеет. А здесь вот... А, там где-то ещё тренажёры вон там стоят. Ну, такие, знаете, там турники и такое что-то. А здесь вот детская площадка. По-моему, я уже это показывала. Потому что что-то то, что я это говорю, мне кажется, что я это уже говорила. Вот. И вот счастливый Филюша. Следопыт. Филюша, домой пойдём? Да. Домой пойдём. Потому что мы замёрзли. Дождик моросит мелкий. И постоянно. Вот такая красота. А здесь вот идём возле дорожки. Вот растут тюльпаны. Вот так вот интересно. Мне интересно всё время, их сажают или они просто каким-то образом сюда, там, благодаря птичкам попадают. Это вот, по-моему, нарциссы были, уже отсвели. А здесь вот тюльпаны. Когда Филюша стриженый. Услышала, что я про него говорю. Он становится такой маленький. Вроде же ничего не изменилось. Просто не лохматый. Но он такой маленький комочек. Вот. Такое вот малюсенькое счастье. Малюсенько большое. Вот пересадила герань. Решила сделать два горшочка. Один со светло-розовый, а другой поярче розовый, которые... И вот сидят теперь, красуются. И там цветочки. А вот эти цветочки, вот эти вот разноцветные, у меня тётя сказала, что это примула, оказывается, называется. Вот. А я не знала. Посмотрим, сколько они ещё поживут. Ну, я думала всегда, что они однолетние. Но посмотрим, как они. А эти, вон, смотрите, ещё как уже растут сильно высоко. Тюльпанчики я пересадила. Но посадила не туда, к тем крыженьким. А вот здесь вот. У меня здесь хоризонтема одна почему-то решила не расти больше. Вот эти два кустика хорошо прижились. А вот одна нет. И я сюда же вот воткнула эти тюльпанчики. А вон там у меня мелиса, мята. Вчера чай себе заваривала вкусно. И вон пионы ещё там растут. Вот чем я сегодня занимаюсь. Здесь подвязывают деревья, чтобы муравей не таскали своих личинок на деревья. Потому что тоненькие вот эти вот листики сейчас, они такие нежные, сладкие. И вот они натаскивают сюда личинок. И потом всё, конечно же, портится. И листики портятся. Вот они уже даже их видно немножко. Может быть, даже надо было раньше, наверное. Но я что-то это протянула. Смотрите, как она цветёт красиво. Такая вот красотка. Посмотрите, какая гроза идёт. Вон там тучи какие прям с розовым отливом. И вот здесь вот тоже. Жалко вот... Как можно цвет менять, ну, чтобы более насыщенный было. И вот даже не знаю. Во! Вот так вот, ближе к тому, что я сейчас вижу. Так что гроза будет. Там вообще прям какие. Я тут уставшая. Мы ходили гулять в город с девочками. Я пошла с Филюшей. И забыла телефон на столе. Положила его, чтобы зарядился. Потому что у меня там было мало процентов. Думаю, поснимаю вам там, где мы будем гулять. В общем, ушли мы с Филюшей почти до того места, где мы с ним гуляем. Иду и думаю. Забыла телефон. Думаю, вернуться и не вернуться. А потом думаю, а попробуй-ка я без телефона. В общем, короче, вот делаю выводы жизни без телефона. Мне... Я без телефона могу спокойно. Но без фотоаппарата не могу. Мне хочется очень многие моменты вот зафиксировать, запечатлеть на фотографии. Вот это для меня, оказывается, очень важно. Вот недавно буквально такая была ситуация, когда вот, знаете, там Google облако там выдает какие-то напоминания, что было в этом дне. И была фотография, которую я даже не помню. Вот. И вот казалось бы, да, что мы вроде гуляем, мы там смотрим, любуемся всем этим, запоминаем. На самом деле нет. Очень многое мы забываем. А когда вот мы смотрим фотографии, то как раз вот есть возможность вспомнить. Поэтому, не знаю, для меня, мне вот очень важно фотографировать, может быть, даже что-то и на видео снимать. Вот сейчас, например, такое время, птички поют, такая вот гроза идёт просто необыкновенно. Вон вам видно туча в стекле, да, отражается. Поэтому какие-то моменты, вот сейчас, когда я начала вести видеодневник, да, то тоже вот я, какие-то моменты уже забылись, да. А вот вы там напишите комментарий и там вопрос какой-то или ещё что-то там на какую-то тему там, например, да, что-то написано. И, а я думаю, о чём я там говорила. И я пересматриваю и уже понимаю, что я какие-то моменты и забыла. Потому что я записываю, раньше вообще записывала каждый день, а сейчас вот стало как бы два раза в неделю. Потому что иногда бывает так, что там не накапливается у меня, да, каких-то там новостей или ещё чего-то такого. Вот, и поэтому, когда бывает так и посмотришь, и думаешь, надо же, а было же ведь такое, и там какое-нибудь красивое место или ещё что-то. А ещё мне сейчас муж что сказал, то что, смотрите, была ситуация в среду, я забыла свой, как это, кошелёк, да, забыла. Сегодня я забыла телефон. Вроде бы вещи, которые постоянно берёшь, постоянно про них помнишь. И как бы я собиралась, я брала сумку, потому что я хотела снять денег ещё пойти там в городе, а телефон забыла. И вот, в общем, наверное, это побочка от нового лекарства или что это такое, я не знаю. Вот, но такое дело есть. Вот. То, что вы меня спрашивали там, ну, как у меня сейчас, это какая дозировка. 300 миллиграмм габапентина я приняла. Ух ты, такая была молния! А вы, наверное, видели, да? В стекле же отразилось. Вот это, да, оно очень красиво. Вот, 300 миллиграмм. Головокружение прошли, стало их практически вообще вот мало. Они есть, когда нагрузка, но хотя бы когда я иду по улице, у меня их головокружения нет. И что ещё спать стало, как и прежде, то есть я сплю. Это тоже для меня очень важно. Кому-то может быть это не так важно, сон. Мне сон очень важно, потому что получается, что если, знаете, когда целый день болит всё, а потом ещё и ночью спать не можешь, всё болит, то это уже перебор. Хочется хоть немножечко отдохнуть, как-то немножко отвлечься. Вот, так что небольшие плюсики есть, но больших нет. О, гром теперь гремит. Наверное, не слышно. Телефон же глушит, да? В общем, идёт дождик сильный. Гроза. Так люблю грозу. Когда моросит, это как-то так себе. А вот когда гроза, прям такая стихия, это вообще здорово. В общем, жду дождя. Вот, желаю вам всем всего самого доброго, хороших выходных. Сходите, погуляйте. Боже мой, какая была молния. Вот, если будет возможность, если у вас не будет такого ливня. Вот, и всего вам самого-самого доброго. Боже мой, какая была молния. Редактор субтитров А.Семкин